Они молоды и амбициозны. В этом зале учителя, делающие первые шаги в педагогике. В школах они проработали меньше пяти лет. И встреча с властью – хорошая возможность узнать о перспективах профессионального роста и поделиться, что называется, наболевшим. Процент учителей в сельском местности, приезжающих из города, высокий. И им приходится тратить на проезд 15-20% от своей зарплаты. Как вы считаете, возможно ли компенсировать финансовый проезд, либо учителям стоит предоставить, например, квартиру, условия проживания в селе? В принципе, сегодня любой руководитель образовательной организации, зная фонд оплаты труда, может предусмотреть определенные компенсации для тех педагогов, которые, например, приезжают из другого населенного пункта, в тот населенный пункт, где находится школа. То есть этого сегодня достаточно. Если эту проблему не удается решить на уровне своего образовательного учреждения, то тогда этот вопрос надо решать на государственном уровне. Мы возьмем ваш вопрос на заметку. Жилье – главная проблема для молодых педагогов. Кирилл Иванов и учитель, и многодетный отец пришел в профессию по призванию. Зарплата его устраивает, и все бы хорошо, если бы не жилищный вопрос. Я хочу построить дом. Я купил лачугу за полтора миллиона рублей практически. Нас пятеро, мы там должны как-то видиться, с одной стороны расстроиться, но возможности получить субсидиум учителям, бюджетнику нет. Предыдущее поколение учителей, 40-50-летних, кому я себя отношу, что мы проходили через те же проблемы, что и вы, и тот, кто остался в профессии, тот состоялся. У нас сегодня есть программа «Молодая семья». Если требуется, чтобы она работала более эффективно, я еще раз сказал, здесь мой советник находится, если мы все ваши вопросы фиксируем, я вас, Кирилл, приглашаю к себе на встречу. Говорили молодые педагоги и о профессиональном росте. Причем, по мнению большинства, здесь важнее не восхождение по карьерной лестнице, а саморазвитие. Чтобы дети, выходя из школы, вспоминали меня о скорости. Вот это для меня профессиональный рост. А уже должность, это на самом деле. Разговор на профессиональные темы длился больше часа. Молодые педагоги получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, а многие проблемы представители власти взяли себе на карандаш. Ольга Бугакова, Андрей Зубков, Липецкое время.